И вот сейчас бьются все, даже четвертые звенья, Ворошила попадает под силовой прием после свистка и естественно начинается заварушка у скамейки Донбасса, там разбирают игроки друг друга и начинают выяснять отношения, какие-то санкции последуют. Ну вот этот силовой прием был весьма и весьма неплохой со стороны четвертого номера Донбасса Юрия Сельницкого, а вот за тем же после свистка Артема Ворошила выбирает санкции Кривоножкин, бросок, еще один бросок, Эрик Эрсберг пытался зафиксировать шайбу, но она пролетела мимо ворот, это Никита Зайцев заряжал по воротам. И вот он, вот он первый гол в этой встрече, принимает поздравления от партнеров Максим Кривоножкин. Лехтеря, красавец, какой за воротами выцаровал шайбу. Фактически у двоих игроков партули, здесь вроде наблюдателя оказался и Филарш. Проиграл единоборство в результате передачи на пятачок и пожалуйста Кривоножкин открывай отсчет, который транслирует матч континентальной хоккейной лиги в том числе. Момент у ворот Сибири, Гайдученко выкатывается из ворот и шайба попадает прямо в галкипера новосибирцев, к счастью для них. Здорово, что произошло это в самом начале периода, то есть не так много сил потратили на старте, а вот шайба залетает в ворота в равных составах. Между щитков она пролетает у Сергея Гайдученко и принимает поздравления от партнеров Евгений Соловьев. Бросок от синей линии, затем добивание и вроде бы ничего не предвещало такого печального для Сибири развития событий. Гайдученко перемещается, но ближний угол закрывать. Здорово отыграли этот отрезок. Леха 2 в 1 у Сибири, тем временем возникает бросок, не попадает в створ Ренлунг. В принципе, понимают примерно, какой хоккей играет в стримляне, но в этом позже атака Сибири, шайба в ворота. Быстрые ответы, Эрик Эрсберг капитулирует. Хозяйший бросок. Через среднюю зону передача и, пожалуйста, в дальний угол. Йори Лехтере второе очко набирает в этой встрече. В этой ситуации. Дальше нашего партнера. Быстрая атака Донбасса. Нет, раз, два, два. Евгений Додонов. Замкнул эту атаку и сравнял счет. Ярослав Хопшут на ваших экранах. Ну, вот они. Болельщики, судя по всему, болельщики Сибири, что так радуются. Правда, немножко странные цвета. Посмотрим, недорост. Передача в центре. Там Евгений Додонов подставляет свою клюшку, от которой шайба попадает прямо в сетку. Слышны крики. Молодцы, молодцы. Донбасс. Да, Донбасс второй раз в этой встрече сравнивает счет. Евгений Додонов забирается в зону. Находит Юрия Лехтере. А вот Лехтере шайб потеряет Додонов. Додонов и Лехтере. Два пронтенента названия героя сегодняшней встречи. Посмотрим, как там все закончится. А сейчас выход один на один. Может получиться Лехтере. Ставит точку. Да, ставит. Шайба в воротах. Но недовольны игроки Донбасса. Я не буду пока что говорить. Недоволен. Но давайте еще раз посмотрим Лехтере один на один. Бросок. Ну, не вижу я, честно говоря, здесь ни одной причины отменять заброшенную шайбу. Посмотрите, бросок скачет, скачет она. А там дальше... Ну, пожалуйста, вот она в воротах. Ага, вот в чем дело. Прозвучала сирена уже после выхода Юрия Лехтере. Он торопится сближаться. Пара ложных движений между щитков к Эрцбергу отправляет шайбу. Юнас Эннеланд выводит Сибирь вперед в этой послематчевой серии. Встречу в истории континентальной хоккейной лиги проигрывает. Постиг и по мулитам, пусть и зарабатывает одно очко, но все-таки это поражение. Я думаю, что лучшим игроком в составе Сибири будет признан Юрия Лехтере. Несмотря ни на что, набрал два очка, едва не принес своей команде победу в овертайме. И так у Сибири теперь на счету 9 очков по итогам.